Здравствуйте, друзья! Это программа «Звезды русского мира» и я, Наталья Черных. Завораживающий голос этой певицы любят слушать и моряки-подводники, и студенты, и просто любители душевного жанра русского романса. Обладатель титулов «Национальное достояние России» и «Восходящая звезда русского романса» певица Ирина Крутого сегодня наш гость. Ирина – лауреат многочисленных фестивалей, обладатель множества почетных титулов и званий, которые принадлежат ей по праву. Но главное, наверное, не звание и титулы, а огромная любовь зрителей и слушателей, которые всегда с нетерпением ждут выступления любимой певицы. Ирочка, добрый день! Добрый день! Только что был Красноярск. Расскажите, как там в Красноярске вам пелось? Чудесно пелось, учитывая какой там замечательный коллектив, с которым уже достаточно долгое время мы сотрудничаем. И почитали, получается, что в 11 лет уже мы общаемся. И несмотря на долгое расстояние, все равно контакт остался близким. Сила там удивительная, да? Да. Какая-то энергетика просто... И погода сложилась, все сложилось как нельзя лучше. Я вот о чем хотела вас спросить. Вы по рождению казачка, да? Вратились на Дону. Вот в представлении русского, российского человека казачка – это женщина такая мощная, статная, с красивым голосом, с красивым лицом, и которая в случае необходимости может дать отпор. Ну, если необходимость возникнет, я думаю, что сможем. А вот теперь вопрос. В какой мере вот этот характер, а он есть совершенно точно, потому что за внутренней, вернее, за внешней такой мягкостью, женственностью и, может быть, хрупкостью даже скрывается очень мощное стержень. Это хорошо видно и на сцене слышно. Вот в какой мере это влияет все-таки на судьбу в физице? Вы знаете, мне кажется, как раз для того, чтобы сегодня быть мягкой и женственной, вот как раз вот эта сила и нужна. Потому что быть такой и в жизни – это, наверное, сегодня очень так повседневно даже, потому что сегодняшняя женщина, она вынуждена быть все время в таком собранном и даже чрезмерно собранном состоянии и брать на себя много разных обязанностей. А чтобы сохранять вот эту мягкость и спокойствие, мне кажется, вот тут как раз и проявляется сила. У вас очень серьезный, насыщенный концертный график. Как вот поедаете секрет выживания в такой ситуации? Потому что нужно выглядеть, нужно улыбаться, нужно быть одетой, нужно хорошо двигаться. Но я понимаю, что это профессионализм и все-таки. Сложно сказать, потому что иногда тоже так руки опускаются и думаешь, вот как еще где взять силы. Но на самом деле ты ставишь себе в мыслях, что у меня вот это вот событие, и я не имею права ни сдаваться, ни заболеть, ни так далее. И поэтому, да, все время в строю. Ир, ну все время вас представляют как певицу русского романса. На самом деле ваш диапазон ведь шире гораздо. Это и эстрадная песня, это вся лирическая песня 20 века. Вот где проходит эта грань? Я правильно понимаю, что и русский романс, и русская капельная песня, и русские классические романсы? Это все вот одна большая русская песня, да? Ну, в общем, да, большая душа. Да, это без сомнения. Ну, тогда мы, наверное, время петь сейчас обозначим. И попросим вас исполнить вот эту самую песню. Эх, Андрюша, нам любить печали. Это вот тоже один из секретов, понимаете? Да. Некогда. Да, поем. Эх, путь дорожная, свинимая кармошка, Сгляни, как сияют нам звезды над рекой. Парни лихие, девчата огневые, Все заговорят наперебой. Эх, Андрюша, нам любить печали, Не прячь гармоник рай на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, Чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи Промчался ветер кудрить ребят. Пой, играй, чтоб ласковые очи Не спросясь, глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, Не выйдет, не встретит девчоночка тебя. Горькое слово сказано черноврово, Сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам любить печали, Не прячь гармоник рай на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, Чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи Промчался ветер кудрить ребят. Пой, играй, чтоб ласковые очи Не спросясь, глядели на тебя. Эх, путь дорожка, еще ровней немножко Вернулась девчонка, улыбки не тая. Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать, И запела, милая моя. Эх, Андрюша, нам любить печали, Не прячь гармоник рай на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, Чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи Промчался ветер кудрить ребят. Пой, играй, чтоб ласковые очи Не спросясь, глядели на тебя. Пой, играй, чтоб ласковые очи Не спросясь, глядели на тебя. Ир, вот я сейчас о чем думала, когда вы пели. Замечательные песни, прекрасные. Эти песни пели наши бабушки, наши мамы. А вопрос вот в чем. Публика московская и публика, предположим, красноярская. Вот есть какое-то в ней отличие? Я имею в виду возрастной ценз, так скажем. Или это все те же 50+, 60+. Отрадно осознавать и видеть, и замечать с каждым разом все больше молодых лиц в зале, которые невероятно живо реагируют на эмоцию. Они реагируют, которая звучит в этой всей музыке. На первый взгляд незамысловатый, какой-то уж очень такой простой. Но этого как раз так сейчас не хватает. И поэтому они тоже все это чувствуют. Просто не всегда легко им найти эти все ниточки информативные, где можно вдруг напитаться вот такими эмоциями. Но у меня впечатление, что все-таки в Москве с этим хуже обстоит. То есть старший публика. Галина Сергеевна Преображенская все время об этом говорит. Что в зале зритель, так скажем, возраста плюс. У меня тоже было впечатление, что, допустим, там где-нибудь в Иркутске молодежь сидит в зале, с удовольствием слушает эти песни, и потом выбегают на сцену. Ну, Москва ведь, она ведь и присыщена огромным количеством событий. И поэтому борьба за молодежь идет не на шутку. Поэтому, конечно, они выбирают зачастую что-то иное. Но те, которые однажды попадают к нам в зал, счастье понимает, что они уже с нами. Мы говорили уже с вами на волнах русского мира о юбилеях Пахмутовой и Людмиле Георгиевне Загиной. Все-таки я хотела бы, чтобы два слова вы сказали, но для тех, кто, может быть, не слышал. Потому что это были мощные события, это были 90-летия двух гигантских, абсолютно для России значимых женщин. Да, это удивительные вообще личности, конечно. И Александра Николаевна, дай бог, еще долгих-долгих лет счастливых и продуктивных. Да, потому что я не знаю еще сегодня таких современников, которые бы настолько были плодотворны в своем творчестве и востребованы в любом, в общем-то, возрасте. И это счастье. И, конечно, это были такие замечательные концерты, большие, которые включают в себя огромное количество исполнителей, потому что не прикоснуться к этой музыке невозможно. Желание велико, и, соответственно, участников тоже много. И в Кремле был концерт посвящения Людмиле Зыкиной. Совершенно тоже невероятного масштаба праздник. И замечательно, что такие концерты существуют и продолжают быть. Дай бог, что они были. Даже музыканты очень многих песен не знают. Я вот свидетель того, что приходят люди и говорят, а это что, это пахнет? Как пахнет? А это вот тоже Александр Николаевич. А это вот из репертуара Зыкиной. Я счастлива, что мне удается вот такие вот как раз произведения доставать и сегодня открывать для многих, потому что многие действительно удивляются, потому что не знают. Причем понимаешь, что там, допустим, в детстве, в юности ты не мог это постичь, этого постичь, осознать и вот через свою душу пропустить. А сейчас, боже, эта красота-то какая-то. Ирочка, я хочу попросить, чтобы вы спели тайну, любимую многими. Любимую многими, да, и мной в том числе. С удовольствием. Отчего ты спросишь, я всегда в печали, Слезы подстываются через край. У меня есть сердце, а у сердца без ее, А у песни тайна хочешь отгадать. Для того, кто любит, трудных нет загадок, Для того, кто любит, все они просты. У меня есть сердце, а у сердца без ее, А у песни тайна, тайна это ты. У меня есть сердце, а у сердца без ее, А у песни тайна, тайна это ты. У меня есть сердце, а у песни тайна, А у песни тайна, тайна это ты. Спасибо. Эта песня год от года становится все прекрасней. Это правда. И когда слушаешь, такое вот ощущение, могу ли я, а имею ли я право посягнуть, испеть это, исполнить, когда столько замечательных исполнителей до тебя ее пели. Я напоминаю, друзья, что у меня сегодня в гостях певица Ирина Крутова. Ир, я хотела бы поговорить с вами вот о чем еще. 75-летие Победы грядет. Это очень важные даты, но это понятно, да, и что все к ней готовятся, и многие уже и готовы. Что в вашей жизни планируется, где вы выступаете, что происходит, знаете ли уже? Уже знаю, потому что уже не первый год. 9 мая у меня непременно состоится сольный концерт. В прошлом году это был Ижевск, в этом году будет Сыктывкар. И моя программа «Война глазами женщины» с оркестром снова стихи и песни. Расскажите немножко, что войдет в ней. Много, конечно, песен, и много не вошло, потому что такое количество музыки написано, безусловно, и в то время, и после, потому что эта тема, она не проходит мимо, и она останется в наших сердцах даже у тех, кто никогда, может быть, до конца не осознавал, что это такое. Мы рождены уже с этой памятью, об этих страшных событиях. Конечно, Катюша победная, конечно, Андрюша, чтобы в минуты горести все равно можно было подумать о чем-то светлом и радостном. Песни женщины, и, конечно, баллады о матери. Огромное количество песен, и, безусловно, моя любимая, одна из любимейших песен, которую я обожаю, которая, я не знаю, она вызывает такое какое-то особое тепло, огонек, такой простой, и всеми любимый, и знакомый, но почему-то именно эта песня вызывает какие-то совершенно неповторимые чувства. Борис Макраусов, Михаил Исаковский, «Огонек» поет Ирина Круг. На позиции девушка Провожала бойцам Темной ночью растил то На ступеньках крыльца И пока за туманами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И подруга далёкая Парню весточку шлёт Что любовь её девичья Никогда не умрёт Всё, что было загадано В свой исполнится срок Не погаснет без времени Золотой огонёк Всё, что было загадано В свой исполнится срок Не погаснет без времени Субтитры создавал DimaTorzok От такого хорошего От её безлица И врагу ненавистного Крепче пьёт парня За советскую родину За родной огонёк Золотой огонёк Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сказать, дай бог, есть здоровье Чтобы она всё это делала И делала, и делала И собирала, и организовывала Ваша романсиада Она какая сегодня? События, конечно, невероятные То, что делает Галина Сергеевна Со всего мира В буквальном смысле Ничуть не преуменьшая Не преувеличивая Со всего мира Приедут исполнители И будет звучать русский романс Во всём его многообразии Это в Кремлевском дворце съездов Причём я надеюсь, дорогие друзья Что теперь это будет всегда Потому что Всемирный день русского романса Всё-таки учреждён И всегда в начале февраля По-моему, как-то это было в конце января Но это всё равно вокруг этих дат Последняя суббота Но там, получается, да Она немножечко варьируется Это очень интересно Опять же спрошу насчёт возрастного ценза Да, очень молодые ребята Там 17 лет, по-моему 17-27 Молодеет Романсиада молодеет Хорошо ли это? Или это нехорошо и неплохо Я думаю, что это давность, да Но тот факт, что молодые исполнители Интересуются этим жанром Я думаю, что это хорошо Даже если что-то в первых попытках Может не до конца срезонировать в их сердцах Но я думаю, что романс даёт Какую-то очень важную И такую серьёзную базу И в том числе, опять же, для поиска собственных возможностей И вокальных, и душевных В общем, я думаю, что это хорошо Дай бог, чтобы вы много лет ещё были Пели, звали, организовывали Ир, я знаю, что появилась в Москве новая камерная площадка На базе театра Вахтангова Вот расскажите, пожалуйста, о ней Потому что я знаю, что у вас концерты там бывают Да, это очень уютное пространство Такое особенное Потому что, опять же, под крылом театра Естественно, оно обладает какой-то такой особой атмосферой Это арт-кафе в театре Вахтангова Оно достаточно камерное Уютное И русские романсы и лирическая песня Прекрасно там звучат И воспринимаются совершенно замечательно И звук прекрасный И свет Уже освоенная площадка Ну, артисты театра вообще там регулярно Потому что это, в общем-то, для них Их вотчины Они там, по-моему, еженедельно практически Там проходят мероприятия артистов театра Они поют, творческие вечера и так далее Артисты именно вокального жанра Пока допущены в малых количествах В ограниченном Да, нам выпадает такая радость Вот в таком формате тоже звучать Это тоже интересно Это совершенно другой опыт Следите, друзья, за рекламой Потому что у Ирины Крутовой Бывают там концерты Это очень интересно Потому что камерный жанр Он в сердце каждого русского, российского человека Занимает особое место абсолютно Да, и, конечно, дипломатический зал Кремля Это тоже совершенно другое восприятие Потому что это не тот большой зал Где многотысячная вместимость Он тоже, опять же, камерный И тоже будут там концерты У Галины Сергеевны вообще там Осваиваетесь Большой, можно сказать, абонемент Потому что она представляет многих лауреатов К счастью, их все больше и больше с каждым годом И талантливейших людей И всех там можно увидеть, услышать В общем, следите за нами Ир, и последний вопрос, который я успею сегодня задать Очень часто спрашивают Молодые люди и не очень молодые Что надо сделать, чтобы научиться петь? С чего надо начать? Надо начать петь Это понятно Да Куда идти? А потом будет понятно В каком направлении В какую сторону И что нужно конкретно делать Поэтому Ну это, безусловно, всегда говорят Индивидуальный подход Так и есть Нужно действительно найти Какого-то своего человека Который тебя услышит Поймет Учите своих людей И откроет Что тоже немаловажно Ведь все-таки психологическая составляющая Общение, отношения Это тоже такой важный момент Я благодарю вас Это была программа Звезды русского мира У нас в гостях была сегодня Ирина Крутова Спасибо Я, Наталья Черных Прощаюсь с вами До следующих встреч Звучали всем знакомые Всем Всеми любимые Действительно романсовые шедевры И вот сейчас Это и старинный Достаточно уже шедевр Это 1938 год Музыка Дмитрия Шостаковича А стихи Написала Дарья Поленова Только что Неделю назад И посвятила Звезде русского романса Ирине Крутовой Романс Русский бал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексея others Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok